Год литературы в Ивановской области подошел к своему завершению. Итоги подвели 21 декабря в филармонии. В фойе для присутствующих организовали несколько площадок. Здесь прошла выставка картин и иллюстраций к художественным произведениям классиков. По периметру выстроились книжные стенды. А на импровизированной сцене для любителей искусства слова прошел конкурс стихов. Я люблю этот город Вязевый, Пусть обрюск он и пусть обряг. Золотая, дремотная Азия, Апачима на куполах. Произведение Сергея Александровича Есенина «Москва» «Теперь решено без возврата» я выбрала, потому что я его очень люблю. Именно это произведение и Есенина в целом. По поводу литературы я могу сказать только то, что она была важна и будет важна во все времена и актуально. Также, поскольку без литературы жить грустно. В течение 2015 года в нашем регионе прошло более 2000 мероприятий. Так или иначе связанных с литературой. Среди самых значимых – Цветаевские и Семеновские чтения, выпуск сборников «Наедине с войной» – «Война гуляла по России». Последний пошел в шорт-лист национальной премии «Большая книга». Главный итог года литературы, что люди, я уверен, как бы ни говорили, люди начали больше читать. И вообще слово литературы, первая буква в нем, на мой взгляд, чуть-чуть стала выше. После из фойе присутствующие переместились в концертный зал. Здесь глава региона наградил почетными грамотами губернатора, выдающихся работников культуры. А после подвел итоги уходящего года и дал напутствие на год грядущий. Очень важно, чтобы год литературы не заканчивался с его официальным окончанием, а чтобы и далее книга оставалась для многих и многих граждан нашей великой страны добрым советчиком, добрым учителем. Потому что читающее население в целом – это доброе население, это умное население. Вот литературы проводили. Что ждать от следующего года, пока не ясно. Однако уже сейчас известно, в России 2016-й официально объявлен годом Греции. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.